Мы начинаем учить Магинат Широ Ширим, Без Рата Шем. Меня сейчас Раф спросил, сколько уроков будет. Я не знаю, по простой причине. Широ Ширим можно учить жизнь, Широ Ширим можно учить за один урок. Это очень зависит от того, как вам будет учиться. Потому что сделать Широ Ширим конфетку на два урока, прикольчики, сипурчики, это легко. А учить Широ Ширим серьезно, действительно, с чем-то, что есть в Широ Ширим, это нужно держать голову. Это те, кто меня в прошлом году учились на Эшетхайле, это совсем что-то другое. Эшетхайле – это развлечение, это учеба. Да, ну Эшетхайле – это прикольно. Это для женщин сделать такую прямо картинку. Да, Широ Ширим, чтобы учить, это нужно держаться. Вот поэтому мы посмотрим, как у нас пойдет без Рата Шем, и вместе решим, сколько уроков у нас это возьмет. Широ Ширим – это одна могила, это относится к Тувим. Чем отличаются Танах, вы знаете, да? В двух словах, чтобы мы были все на одном месте. Танах, Турак, Тувим. Транавим, Ктувим – чем отличаются друг от друга? В чем разница? Почему это Тор, это Танавим, это Ктувим? А тогда чем Танавим отличаются от Ктувим? А это что? Турак. И Ф – это главное отличие, сто процентов. Коля Кавод – это главное отличие. Главное отличие – это уровень пророчества. Мы знаем, что Тору Всевышний дал Муше напрямую ПЛП и Даберу. Всевышний прямо говорил в Муше «род ко рту», ПЛП. Или как это формулирует Рамбом, что Муше видел Всевышнего через аспаклярия Митсухцаха, через чистое стекло. Или как это говорит Медраж, что Всевышний показывал Муше буквы чёрным огнём по белому огню, и Муше записывал буквы, только потом Всевышний ему объяснял смыслы, что называется устная Тора. То есть чистое пророчество прямо Всевышний, точно каждая буква, каждый знак, каждое написание буквы Тори – это точно от Всевышнего. Навиим – это книги, которые пророки написали на разных уровнях Навуа. Чем Навиим более раннее, тем Навуа была более крутая, это ужасно так говорить, тем Навуа была более высокая. Скажем, Яшуа по уровню, это многие путают, но Яшуа по уровню Навуа, по уровню пророчества намного выше, чем, скажем, и Хескель, который был позже, или чем Треасар, да. Хотя, когда мы учим более поздних пророков, это так всё красиво, и так всё кубалистично, и так всё птица с телом животного, с ногами, ещё кого-то, да, и прямо это такие образы. Но чем пророк видел чётче, тем меньше ему нужно было пользоваться такими образами. Когда он видел вещи, которые словами человека тяжело описать, ему нужно было придумывать образы, чтобы это передать, то есть пророчество, относительно пророчества немножко более, не такого высокого уровня, как первые пророки. И, как Вы правильно сказали, все, кто видим, написаны в Руха-Кодыш. Руха-Кодыш. Что это такое Руха-Кодыш? Что значит Руха-Кодыш? Это пророчество. А что такое Руха-Кодыш? Под воздействием чего-то божественного откровения. Скажите, пожалуйста, в наше время на Вуа есть? Нет. Нет. В наше время на Вуа нет. В наше время Руха-Кодыш есть? Есть. Да. В наше время есть Руха-Кодыш. Что значит Руха-Кодыш? Руха-Кодыш. У Вас такое было, что Вы что-то учите, и потом Вы задаёте, например, Вы учите Раши, и потом Вы задаёте вопрос, а потом видите, что Раши на этот вопрос отвечает. Или Вы учите Рамбом, или Вы учите, неважно, Мальмем, Вы учите что-то, и Вы задаёте вопрос, и это тот вопрос, который вот сейчас. Или Вы видите вопрос, и Вы думаете, как на это ответить, и это то, что там потом написано. Почти все, кто учились, кто немножко падал в учёбу, испытывали что-то такое, даже есть специальная браха. Когда человеку это происходит, нужно благословить, нужна ли варех, Барух Шекивани. Сучит Барух Шекивани. Что есть такое состояние. Это называется состояние Руха-Кодыш. Когда человек учится, и когда человек так старается приблизиться к тому, как Всевышний думает, и как Всевышний видит, и что Всевышний хочет, чтобы как мы были, Исраэль, Яшар-Кель, чтобы мы были прямо к нему, что его голова начинает так работать, то его голова начинает так быть мехувенит, так быть направлено, и вдруг у него это получается, и вдруг он думает, это тот вопрос. Это то, почему у нас проблема, если мы задаём вопрос, и никто из мефаршим не приводит. Это не просто, что никто из комментариев не приводит. Я задала вопрос, никто из комментариев его не приводит. Скорее всего, это не вопрос. Скорее всего, это какие-то мои разборки с собой, с моими… Я сегодня давала урок про Куэлит и сказала, что… И привела к комментарии, что первый принцип, который приводит Куэль, что физический мир – это не всё, что нельзя жить в этом мире только ради физического мира. На что одна из девочек спросила, а почему же тогда есть, где написано, что мы должны хорошо жить? Если не нужно жить ради физического мира, то вообще ничего не нужно. И это не вопрос, никто из них форшемента не будет отвечать, потому что это не вопрос. Это человек, у него личная какая-то проблема, его берёт на крайности, у него личные разборки с собой, с Богом, со своей жизнью. Это не имеет такого отношения к тому, что говоришь о Муамеллах, поэтому форшем этого говорить не будут. Руаха Кодыша, когда человек настолько поднимается и настолько учится, что то, что навуа – это исходит из Всевышнего, Руаха Кодыш исходит из человека, но Всевышний берёт и говорит, да, это то, что я хочу сказать, и наполняет это. Руаха Кодыш – человек делает канал, по которому Всевышний может спустить что-то намного большее, чем человек мог даже предположить. Мы учим Таилим, Сефир Йов, Мушер Абейн записал Тору и написал Сефир Йов. Каждая книга Ктувим полна таких тайн и таких глубоких вещей, что не всегда можно понять, как человек мог такое написать. Но это Руаха Кодыша, это не просто человек написал. Человек писал и Всевышний наполнял. Это больше, чем мог написать человек действительно. И Шлому Амеллах написал три книги. Шлому Амеллах написал три книги в своей жизни, да, мы все знаем. Написал «Три могилы» – Куэлит, Мишлей и Широ Ширим. Куэлит – это мудрость. Это все, что Шлому Амеллах важно передать, что он знает, как человек должен строить свою голову. Мишлей – это Медот. Это то, что Шлому Амеллах важно передать, как человек должен строить свои качества. И Широ Ширим – это любовь. Это чувства, это эмоции, это любовь. Мы с самого начала, про Широ Ширим, говорим, про кого это говорится. Про кого это говорится, да. Есть большая дорога, очень много Мефашим и Агра с ними говорят, что это про еврейский народ и Всевышнего. Мальбим и еще тоже большое количество Мефашим с ним говорят, что это про человека и его душу. Кроме всего прочего, Шлому Амеллах выбрал Машаль, да, выбрал пример мужчины и женщины. То есть, как минимум, в Машале это тоже про мужчину и женщину. На самом деле, это про любовь. И любовь – это то, что мы делаем с отношениями, что мы делаем с близостью. Неважно, на каком уровне. Мы любим детей, мы любим мужа, мы любим Бога. Это везде есть. Мы любим, и мы обижаемся. Мы любим, и мы уходим. Мы любим, и мы разбиваем отношения так, что кажется, что это уже невозможно починить, невозможно вернуть. Что делать с любовью? Как делать, чтобы любовь приносила счастье? Как делать, чтобы любовь была тем, чем мы радуемся, а не тем, что нас ломает? Это широ-шири. Потому что, да, то, что хотелось, почему Шломо разделил на три могилы, что у нас есть, да, у нас есть разум, у нас есть человеческие качества, у нас есть чувства. Известно, что, в метраже говорит, что эти три могилы Шломо написал в три возраста. Да, он одну написал в юности, одну в зрелости, одну в старости. Какую, когда? Что? Мишлей, потом Шири. То есть Мишлей в юности, Шири Ширим в зрелости и Куэль в старости? Шири Шири. Шири Ширим в юности, потом в зрелости что? Мишлей. А в старости? Куэль. Куэль. На самом деле это Махлокет. Это Махлокет Хазаль. Есть действительно мнение в Хазаль, что, как вы сказали, что в юности, когда человек такой горячий, он написал Шири Шири Ширим, в зрелости Мишлей, что это главная работа в зрелости заниматься своими качествами человечества. И, когда он был уже очень пожилым, очень мудрым человеком, он написал Куэль. Большая часть наших мудрецов, большинство Хазаль говорят наоборот. Про то, что Мишлей в зрелости не спорит никто. В центре жизни Медот, да, качество, это самая важная работа. Но большая часть Хазаль говорят, что Куэль это он написал в юности. И обратите внимание, что Ширим был Хахам Микол Адам. Почему? Как он стал Хахам Микол Адам? Он так много учился? Это была Матнат Шамай. Он получил такой подарок от Всевышнего. Он получил огромный подарок от Всевышнего, он был самым мудрым человеком, поэтому он мог это написать в юности. Это у него, его мудрость не была завязана на опыте. Она тоже была завязана. Известно, что Медраж говорит, что он написал Куэль после тех трех лет, что он был в Галуте, поэтому он там начинает о немелых дружалах. Но это все еще, он очень юный человек, очень молодой человек. А Широ Ширим, большинство говорят, что он написал в старости. Что настоящую любовь, любить по-настоящему, человек как раз для того, чтобы любить по-настоящему. Вот тут человеку необходим опыт. И вот тут человеку необходима жизненная мудрость. Это не может быть подарок с неба, как мудрость, разум. Это что-то, что человек действительно переваривает, переживает, копит, строит. Я очень часто рассказываю, меня совершенно потрясла моя Мадрихат Калот, когда я была молодая девочка, выходила замуж. И у меня была замечательная Мадрихат Калот, Птины Шлязингер, это те, кто написали Оэль Рахель, Оэль Ковля. Вот это она с мужем написала, совершенно потрясающе. И она меня спросила, я люблю своего жениха. Я это всегда рассказываю, это настолько правда, которую нужно как-то ее понимать. Я сказала, что, конечно, люблю, сейчас я сам что-то выхожу. Она сказала, что я врю. Врешь, она мне сказала. Я была в шоке. Как можно человеку в глаза сказать, врешь? Она мне сказала, ты думаешь, что ты его любишь. Это совсем не похоже. Ты через год будешь думать, какая я была смешная. Вот я про то думала, любовь. Через 10 лет ты будешь думать. И вот то, что было через год после свадьбы, я думала, что это похоже на вот любовь. Лет через 50 поймешь, что такое любовь. Я еще не 50 лет замужа, я еще не знаю. Но пока оно похоже. Во всяком случае, пока мне смешно думать про то, что было через 10 лет после свадьбы, что я думала, что это называется любовь. Это то, что происходит с человеком во всем, что касается любви. И это, конечно, то, что должно происходить с человеком в том, что касается любви с Всевышним. Потому что мы проходим с Всевышним что-то очень похожее, что мы проходим с человеком. Мы сначала, скажем, для нас, для Балы и Чува, это даже более ярко и лучше видно, чем то, что переживают люди, которые родились в семье. Сначала это такая влюбленность. Вот настоящая влюбленность, вспышка, вау, и она все готова. Это точно, что я хотела. Это точно, что я думала. Как молодые, когда влюбляются, они уверены, что они мысли друг друга читают, что они точно одинаково думают и точно одинаково чувствуют все. Потом, после влюбленности, после этой гормональной вспышки, приходит бум! Где я? Что я? Зачем я? Я уверена, что это то, что я хочу от своей жизни. Так не задумай, так плохо думай, так плохо думай. И потом человек начинает строить любовь. И потом человек начинает строить отношения. И потом человек начинает строить по-настоящему. Интересно, что Широ Ширим, это... Я только сейчас это скажу, и давайте подумаем, может быть, у вас будут какие-то идеи, почему так. Я думаю, все читали Широ Ширим, конечно. Все читали Широ Ширим. Вы, наверное, обратили внимание, что Широ Ширим, у него нет начала и у него нет конца. Он начинается не в начале и кончается не в конце. Если он начинается с того, что он начинается, то это очень странно. А если он заканчивается, там, где он заканчивается, то очень грустно. Она пошла искать. Опять. И... И чем дело закончилось? Я уже молчу про хэппи-энд. Ну, хоть какой-то энд. Ну, агра начинает с того, что для того, чтобы и... И, возможно, вы знаете этого агра, но невозможно начать Широ Ширим, если еще раз его не вспомнить. Агра начинает... Свой перушь на Широ Ширим. Когда агра закончил свой перушь на Широ Ширим... Вы знаете, что у агра много есть перушь на все... Мегилот, есть на Сэфер Юна, есть много, есть комментарии на Тор, есть комментарии на Гмару. Но когда он закончил свой комментарий на Широ Ширим, написано, что он закрыл все окна, зажег свечи и танцевал. И он объяснил ученикам, почему он закрыл окна, потому что он сказал, что столько света, сколько дает в мир Широ Ширим, ничего больше не нужно. А Рав Бравде... Я сама слышала его лекцию, я слушала его лекции немножко, как он объяснял Широ Ширим, свой перушь. Рав Бравде говорил, что это самая сложная вещь, которую он делал в жизни, самая важная вещь, которую он считает, что он делал в жизни, это перушь на Широ Ширим. То есть мы дотрагиваемся... Я, естественно, во-первых, я это могу объяснять в меру, сколько я понимаю, во-вторых, конечно, я пытаюсь это сделать проще, но чтобы у нас было представление. Агра пишет, что действительно Широ Ширим не начинается сначала. Что Широ Ширим начинается с середины. И Агра пишет, что невозможно понять Широ Ширим, если не начать сначала. Теперь мы сегодня идем по Раше и по Агра. Если мы решим потом взять, скажем, какой-то другой Дерахперуш, то там мы возьмем то предисловие. Агра, как вы помните, говорит, что Широ Ширим – это про отношения Всевышнего и еврейского народа, да, про любовь между Всевышним и евреем. И Агра говорит, что начало должно звучать так. Вначале Широ Ширим должен был вначале быть так. Вопрос, который я хотела оставить в воздухе – зачем Шламу это сделал? Зачем Шламу начал Широ Ширим не сначала и закончил не в конце? То есть как будто бы есть, ну, грубо говоря, есть история, да? Ну, я не знаю, там пять раз в Широ Ширим они расстаются, но есть история. И Шламу Амелах берет вот так, без начала и без конца. Я не хочу сейчас на это отвечать, я хочу это оставить, пока, может быть, у вас будут какие-то идеи. Агра говорит, что начало Широ Ширим должно было быть такое. Что был великий царь, прекрасный царь, замечательный царь, великий царь, которому принадлежал весь мир. И этот царь, он решил жениться. И когда он решил жениться, он спросил своих советников, на ком ему жениться. Потому что очень трудно выбрать, ему не нужна богатая. Он все равно богаче всех настолько, что это просто несерьезно. Ему не нужна какая-то особенно знатная, относительно него незнатная никто. Как ему выбрать? Сказали ему советники, ну понятно, что невесту надо выбирать по хорошим качествам. А как в девушке знать хорошие качества? Может, она хорошо выглядит, а пойти, знаю, что с ней будет через 10-20 лет. По семье. Какие главные качества должны быть в жене, сказали советники царю. Главные качества, которые должны быть в жене, это преданность, верность и желание быть вместе. И они стали думать и сказали, действительно, на меня работали, мне служила семья, которая из поколения в поколение. Три поколения, отец, сын, сын, были очень верные, очень порядочные, очень преданные люди, которые шли на большие жертвы, чтобы быть вместе со мной, чтобы быть рядом со мной. Я хочу невесту из этого рода, я хочу невесту из этой семьи. Стали проверять, что выяснилось, что там была в семье история, им пришлось переехать в какую-то другую страну. И у них там все очень неудачно пошло. От всего рода, от всей семьи осталась одна девушка. И эта девушка, она в ужасных условиях, потому что она была сирота. Ее подобрала какая-то злобная семья. И эта семья ее растила в очень плохих условиях, ничему не учила, ничего не объясняла. Она у них там тяжело работает. Совершенно необразованная, ничего про себя не знает. Но она девушка из этой семьи. И царь сказал, что да, я на ней женюсь. И отправили туда, Мишлахот отправили туда поезд, чтобы забрать девушку. Теперь, тем временем, мы же находимся в период в мире, в этом мире. Все девушки этого времени живут, зная, что царь не женат. Представляете, царь не женат, а тут столько девушек. И все девушки, конечно, они трепещут. Кто-то трепещет, что, может, ее выберут. Кто-то трепещет, что хотя бы на свадьбу. Какая свадьба у того царя должна быть? Вообще, какое развлечение будет, что-то вообще необыкновенное. Все по-своему трепещут. Вдруг стало известно, что царь уже выбрал невесту и уже послал за ней слуг. Ну, тут вообще, конечно, все девушки с ума посходили от ожиданий. Кого именно? Выбери меня, выбери меня. Это наша девушка Шуламид, которая живет в доме у этих злых людей. Она, понятно, понимает, что ее никто выбрать не может. И она понимает, что на свадьбу ее тоже никто не пригласит. Но она тоже вся в ожидании. Может, ей расскажут, как оно. Может, тоже в ее жизни что-то интересное будет. И вот, в общем, долго можно рассказывать. Представьте себе сами. Все знают всякие сюжеты похожие. Золушка. На самом деле, это ужасно интересно. Есть целая теория, как может быть, что есть какие-то сюжеты, которые кочуют из времени в время, из страны в страну, совершенно в страны, которые не встречались. А сюжеты есть. И, по-видимому, знаете, как Шлому Амеллах говорил, почему он называл книгу, какая у него была цель, когда он прислал Мишлей. А Медреж говорит, что у него была цель сделать едиот ле Тора. Что есть очень много знаний, есть очень много идей, которые буквально в воздухе носятся. Но без того, чтобы у них был Машаль, без того, чтобы у них был рассказ. Что-то... Машаль, как сказать Машаль? Нет. Машаль, что-то, что... Не просто философия, а иллюстрация. Что это как... Есть кувшин замечательный, но если у него нет ручек, ты его не поднимешь, ты им не можешь пользоваться. Шлому Амеллаху, он говорил, что он делает едиот, что он делает эти ручки, чтобы... Я думаю, что вот эти сюжеты, которые они настолько... Что-то в них есть настолько правдивое, настолько важное, что они из народа в народ, из времени-времени, что-то в них есть такое, что эти ручки нужны были всем, что-то... Что все за эти ручки что-то должны были поднять. Теперь можно эту сказку воспринимать просто. А можно... Агра говорит, что это совсем не просто, да? Что это... Что это Широ Ширим, только начало. И въезжает в эту страну, в этот город, у него же многое стало, в эту улицу, все в обмороке, да, и выходят, и зовут эту девушку. Ну и понятно, она в шоке, и все в шоке, ее заводят в эту огромную-огромную карету, которая приехала, и фрейлины, те, кого потом будет Перуш называть Бнот Ярушалаем, и Фрейлин, Перуш, извините, те, кого Шлому потом будет называть Бнот Ярушалаем, вот эти вот фрейлины начинают ей объяснять, из какой она семьи, кто она, и что она, и что великий царь, он хочет на ней жениться, хочет на ней предложить, а пока ее отмывают, обучают, одевают, и везут к царю. И к моменту, что она встречается с царем, она, конечно, она полна благодарности, она счастливая, она... Что-то в ее жизни такое огромное-огромное случилось, и царь ее спрашивает, хочешь ли ты выйти за меня замуж, во-во, вот так она и ответила, ха-ха, конечно, и царь ей говорит, ну, пожалуйста, выбирай, как ты хочешь замуж, где ты хочешь замуж, что ты хочешь, и... она говорит, что... ей все равно, она так счастливая, что она может выйти за него замуж, что ей вообще все остальное совершенно... совершенно все равно, совершенно неважно, говорит царь, ну, вообще, относительно того, что сколько мне нужно там народу принимать, мне лучше в пустыне, она говорит, за что Всевышний всегда останется помнить любовь евреев к себе, что вначале мы были готовы выходить за него замуж, хоть в пустыне, я бы готова пойти с тобой в пустыню, где ничего не цветет, коамарашем, захартила хэсет наурай, да, так сказала Всевышний, я помню тебе, аават наурасаев, любовь, когда ты была, и мои юные, да, когда ты была моей невестой, да, таких упа была в пустыне, как мы все знаем, и царь... сейчас, мы были гадоши, рацали сайша, да, великий сайш, рацук, коль малке аулам, латэт лобнухтэем, все цари на земле хотели, чтобы уже не знали дочерях, лораца амэлах ляках бад малахим, бигдэйши ло тазуах да ата алеа, в лаках нара ахад шфэла, мишу абэдет беншар шфахот, бад тувим, он не хотел брать этих дочек царей, чтобы они не думали, что они могут сами все, все знают, и им ничего не важно, ничего не интересно, он взял очень простую, которая была как служанка в каком-то доме, но бад тувим, но из хорошей семьи, зэрэймэд. То, что я рассказывала, я уже, как вы поняли, рассказывала по пирушу Равбравда, но я хотела, чтобы вы тоже услышали оригинальный пируш, но они были очень честные, очень порядочные, очень преданные. Вейшмитувы, теперь, и когда они женились, то царь заключил с ней договор, потому что брак получался очень неравным, он император, царь, у него все, она служанка, бедная, у нее ничего, поэтому он заключил с ней договор. В договоре было несколько вещей. Первое, что он пообещал ей, что он никогда ее не разведет, если она сама не потребует. То есть, что в их браке он не может быть инициатором развода, только она. Это то, что говорили, есть, наши мудрецы говорят, что в этом спор между иудаизмом и ноцрутом. Да, что ноцрум говорили, он с вами развелся и взял вторую жену, а мы говорим, он не может быть инициатором развода, он нам пообещал, что только мы, вот тут, в Шир-Ширим, а мы никогда не будем инициаторы, а мы никогда не попросим. Поэтому он не может с нами развестись. Тогда пришли на Сирир, мы сказали, окей, он взял вторую жену. Тут мы им говорим, тут мы им говорим, что, вот у нас Рабейна Гершом запретил двух жен, так что никак не пройдет двоеженство. Но вот эта вот идея про то, что мы не попросим развода, это вот отсюда. то есть он ей пообещал, что только она может инициатором и что он никогда с ней сам не разведется, но то есть он может, они могут ссориться, обижаться, они могут разъезжаться, они могут жить отдельно, но никогда не будет, но никогда не будет развода. и это то, что знали только они. Теперь продолжает, Акрая пишет, теперь она вошла в замок, она вошла, стала царицей, была замечательная свадьба, там были такие чудеса на этой свадьбе, которых никогда ни до, ни после в истории не было, как мы все знаем. Амрау это кулот, там можно было видеть звук, слышать цвет, и она стала царицей, и она окунулась вот в эту дворцовую жизнь, и что оказалось? Оказалось, что ее все ненавидят. Ну а почему Микра Синай? Потому что Мишам Яцас Синалулам. Ну а почему Гар Синай называется Синай? Потому что Синай от слова ненависть, что начиная с Синай она стала ненавидеть, ее все стали ненавидеть. Министры царя ее стали ненавидеть, потому что еще одна фигура на шахматной доске, кому это нужно. Фрейлины ее ненавидели, потому что они в принципе есть те самые дочки царей, которые рассчитывали, что женятся на них. Она никому не нужна, она всем мешает, ее все ненавидят. Напрямую пойти против нее невозможно. Коль Зман Шай Таб Бэйт Мэл Ах Това Ло Эх Ла Сот Лам И Ума Все время, что она была хорошей женой, никто не может ей ничего сделать. Никто не может никогда все время, что она хорошая жена своему мужу, никто не может ей ничего сделать. все равно нет, как он. Никто не может ничего с ней сделать, когда она с ним хорошо. И что они начали делать? Что они начали делать? Они начали ее совращать. Конечно, у тебя самый лучший муж на свете, у тебя самый замечательный муж на свете, но ты же не пробовал других. откуда ты знаешь? Тебе же не с чем сравнивать. Что ты в жизни видела? Была там служанка, у тебя вообще ничего хорошего не было. У тебя сейчас, конечно, лучшая жизнь на свете, у тебя лучший муж на свете. Но откуда ты знаешь, какие еще есть варианты? Попробуй то, попробуй это, попробуй пятое. У тебя же есть все возможности, он не узнает. И они ей это теперь, она-то думала, что они ее подруги, она-то думала, что они ее фрейлины, что они с ней, что они за нее. И они ей так промывали, промывали мозги, промывали, промывали. Она начала пробовать. Она на самом деле ему не изменила. Она не хотела развода, но пробовать. Есть еще, это интересно, это интересно, это интересно. И Кашир Багдабу, Для него это была богида. Он искал верную, он искал честную, он искал порядочную, а не Кашер Багдабу, Рааба Инея Дунаф. Шалхами Бейто. Он ее раз предупредил, два предупредил, три предупредил. И Шалхами Бейто. Развестись он с ней не может. Этого никто не знает. Они-то чего добивались? Они добивались, чтобы или он рассердился, ее убил. А, это еще было одно обещание, что он никогда ее не уничтожит. Что бы она ни сделала, он ее никогда не накажет. Никогда не казнит. Вы представляете? И никогда себя не разведет. Не казнил, но хотя бы выгнал. Они было обрадовались, потом смотрят. Выгнать выгнал, но не развелся же, значит, может вернуться. Он ее выгнал. И она была в ужасе. Потому что только что она была царица. А тут она идет. Ее выставили за ворота дворца. Она идет. Уже магназолушка похожа, нет? Она идет, и ей ноги колют колючки. И со всех сторон какие-то жуткие звуки. И вообще ужасно страшно. И этот страшный лес. И что с ней там может быть? А там еще что-то воет. А там что-то летит. И ножки поцарапал. И очень больно. Очень страшно. И самое для нее больное, и самое для нее страшное, что она очень по нему тоскует. Она очень по нему скучает. И чего она сделала со своей жизнью? Что она сделала со своей жизнью? Что с ней случилось? Где она оказалась? И она идет в полном ужасе и в слезах. Что она не знает? Она не знает двух вещей. Первое, чего она не знает, что все эти ее подружки, все эти ее фрейлины, которые ее довели до этого состояния, они увидели, что ничего он с ней не развелся, ничего ее не убил. Они решили помочь ему, и следом за ней идет целое, не знаю, сколько там, большое количество наемных убийц. Прямо за ней идут. Там чуть ли не на каждом дереве сидит наемный убийца и пытается ее убить. Что она еще не знает? Что царь все это предположил, и что следом за наемными убийцами идет огромный отряд защитников, и что ей она только что наклонилась, потому что она на веточку ножку поцарапала, а над ней в это время сто стрел пролетело, а все эти, которые стреляли, их уже тоже убили. Ей кажется, что он ее выкинул, что он ее выгнал, и она не знает, насколько он ее охраняет. Ну, это как в Таилим, лоя-нумва, лоя-шан-шо-мэра-сраэль. То есть знаменитая история на это, что царь, говорят про Прагу, я не знаю, насколько это документально, что он как-то решил ночью проверить, как идут дела у его народа, когда переоделся в простого человека, с отрядом таких же переодетых простых людей пошел посмотреть, что там происходит, видит, идет кучка каких-то подозрительных личностей и несут в мешок. И они за ними. Они подошли к стенам, эти подозрительные подошли к стенам гетто и перекинули туда мешок. Царь отправил часть людей перелезть через стены гетто, посмотреть, что в мешке, а часть схватить этих подозрительных. Достают мешок, там убитый ребенок. Готовили очередной Алиладдам, как это по-русски? Кровавый навет. Он их схватил, допросил, до утра уже все закончили. Утром он посылает к главам еврейской общины, вызывает к себе. Стоят перед ним главы еврейской общины, и он им говорит, я хочу, чтобы вы мне объяснили, что значит пасук в Таилим. Он, наверное, сказал другими словами. Не спит и не дремлет страж Израиля. Ну, они понимают, что раз он их вызвал, наверное, он что-то имеет в виду. Мы не знаем, объясните нам, пожалуйста, что же это значит? Не спит и не дремлет страж Израиля. Им царь сказал эту историю и говорит, а значит, этот пасук сам не спит и другим не дает. Она идет, у нее галут, но на самом деле он сам не спит и не дает. Но на самом деле то, как он ее защищает, это то, как он ее охраняет. Она не представляет. Хотя, если бы она оглянулась, все эти дочки царей, от них следа не осталось. А она все идет. И говорит Агра, Шира Ширим начинается вот с этого места. Вот с того места, где она... Вот с этого места читает Шир Ширим. Как она вспоминает, как все у них было хорошо, и какие у них были хорошие отношения. И как у них все было замечательно. И тоскует по нему, и скучает по нему. Единственное, что ее поддерживает, что она читает в своей ктубе, что он ей пообещал, что он ее не разведет, что он никогда от нее не откажется. И то, что она... Да. Это то, с чего начинается Шир Ширим. Что она ждет мужа, чтобы он вернулся к ней и поцеловал ее. Окей. Первый пасук. Сейчас я посмотрю, что-то еще я важное не сказала в предисловии. И... Тоф, мы не будем сейчас... Мы сейчас не перед пейсах. Поэтому мы сейчас не будем говорить о том, почему это читается в пейсах. На фон это можно ближе. А? Тоф. Ну, еще то, что важно сказать, да, почему называется Шир Ширим, все знают. Это, ну, название непонятное, да. То есть мы привыкли Шир Ширим. Песнь-песни. Шир Ширим, говорят, Хазар, Коль, Шира, Кодыш, Шир Ширим, Кодыш, Кодыш, Кодышим. То есть, во-первых, есть митраж, который говорит, что есть 10 песней. От песни, которую сказал Адам, и до песни, которую скажут, когда будут встречать Маши, Шир Ширим, Кодыш, Кодышим. Все они Кодыш. Есть мнение, что имеется в виду вообще все Ширим, в смысле тысячи Ширим, которые написал Шлумок во всех своих трех книгах. Есть мнение, что говорится все Шир Широ, Кодыш, что это говорится вообще про все Сифра и Кодыш. Коль Широ, Кодыш, Шир Ширим, Кодыш, Кодышим. Относительно всех, всего, что написано, или вообще, или Шлумо, неважно сейчас. Шир Ширим, Кодыш, Кодышим. Я училась в Москве, на филфаке. Там Широ, Ширим шло в учебнике. В мое время Широ Ширим шло под заголовком «Эротическая песнь Ближнего Востока». Тебе очень хочется сказать, каждый понимает миру испорченности, но это действительно потрясающая вещь. Я очень много встречала с тем, что люди, которые не умеют учиться, уверены, что Широ Ширим – это что-то очень непонятно, как попало в тонах «Поцелуй меня, поцелуй имя губ твоих» и так далее. И вообще. И дальше. А приходит Хазали, говорит, это Кодыш Кадашим. Это святая святых. На самом деле, есть интересный мидраж, который называет Кодыш Кадашим «Хадар Митодши Бавей Ташим». Кодыш Кадашим в храме, да, называют спальней в Доме Всевышнего. Во-первых, это в принципе говорит нам о том, что символизирует вообще в жизни отношения между мужчиной и женщиной. Мы знаем, что мы живем в мире, который не то что ненастоящий, но мы привыкли, как будто мы живем жизнь, и мы берем всякие вещи, как пошаль, и мы берем всякие высокие вещи, чтобы они нам что-то объяснили в нашей жизни. На самом деле, наша жизнь – это мошаль. Мы живем в ненастоящем мире. Мы живем в мире, в котором отражение. Это то, что Коэлит говорит. Что такое «хевель»? Нет. «Хевель пив» – что, сует арта? «Хевель пив» – «Хевель». Да, это вот если говорить или просто даже вдохнуть, выдохнуть, то вот эта вот влажность, которая останется на ладошке – это «хевель». Да, поэтому это называют утром, когда вот такая вот по земле идет. «Полоска туманная». А? «Как полоска туманная». Это не совсем туман. Это вот немножко что-то поднимается от земли. Вот это «хевель». А «хевель» говорит так, что как будто есть огонь, на нем стоит кастрюля с водой, кипятится вода. На крышке будет «хевель». Да? Представляете, «хевель» на крышке? Все представляем «хевель» на крышке. Открывайте аккуратно, там такой «хевель». А если поставить еще кастрюлю с крышкой, еще кастрюлю, еще кастрюлю, седьмая крышка, то есть, представляете, семь кастрюл, седьмая крышка. Сколько там того «хевеля» будет? Совсем. Вот это физический мир. То есть, скажем, Раф Цемель давал такой «машаль», что представьте, что мы сидим в кино. Вот тут экран. Да? Вот тут экран. Вот тут, знаете, такая окошка такое. Окошко. И отсюда идет вот этот вот свет. И на экране кино. И люди живут, и плачут, и им больно, и им весело. Они рождаются, и умирают. И мы так переживаем. Вообще-то такая живая жизнь, намного более живая, чем наша, на самом деле. Такая живая жизнь просто. Да. Теперь что будет, если сюда ладошку поставить? Что с экраном будет? Что с этим кино будет? Да ничего там не будет. Ничего там не будет. Потому что это просто отражение. То есть есть источник, есть Всевышний, который отражается в ангелах, ангелы дальше, дальше, дальше. В какой-то момент отражается в том, что мы называем физический мир. На седьмом уровне отражения. То есть как будто я сижу, смотрю кино. Про то, как люди смотрят кино. Про то, как люди смотрят кино. Про то, как люди смотрят кино. Про то, как седьмые смотрят кино. И вот это физический мир. И то, что на самом деле, это то, что отражается. А это машаль. То, что мы здесь живем, это и есть машаль. Мы из этого можем научиться того, что на самом деле. Любовь между мужчиной и женщиной. То, что происходит в бахадарме, то, что происходит в спальне, это кодышка дашим. Это святая святых. Святая святых в храме – это спальня в томе Бога. То, что можно понять через то, что мы чувствуем в отношениях между мужчиной и женщиной, это самый большой машаль, это самая прямая дорога понять, что у нас происходит с Всевышним. Это ступенька это понять. Если я не прошла всего вот этого с мужем, когда влюбляешься, то, с чего мы начали, и когда отчаиваешься, и когда не понимаешь, зачем оно мне надо, и когда начинаешь над этим работать, и когда начинаешь в это вкладывать себя и отдавать этому себя, и когда, наконец, не вырастает из этого любовь, когда учишься говорить не так, что тебе понятно твои бубу-бу, а так, что тебя можно понять, из этого вырастает молитва, из этого вырастают отношения, из этого вырастает что-то настоящее. Поэтому Шир и Ширим Это песня всех песней Это над логикой Это даже над качествами Моя логика, мои качества То, что из этого всего вырастет в итоге Это Шир и Ширим То, что из этого прорасти должно То, что из этого вырасти должно Да, как Говорят комментарии на Куэлит Вам не мешает, что я из разных книг Шлому привожу Но вы понимаете, он просто Так это работает Как говорят комментарии на Куэлит Знаете, в Куэлит три самых частых слова На которых Куэлит построен Адам, Шемеш и Эвель Ну, про Эвель мы уже немножко объяснили Эвель – это модель мира Шемеш – это То, что дает миру жить физическому И то, что определяет Вот эту линию физический над Или физический пот Адам На самом деле, это ужасно обидное название для человека Адам Ну, Адама Там Всевышний говорит в Торе Тиццор Адама Ну, из земли вылезет и все, что там вылезет Одно из того, что вылез на человек Вылез Да Объясняют Хазаль, почему Адама называется Адама На Барадурии Еще много кто это приводит в разных вариантах Почему Адама называется Адама Адама, потому что Адаме Что она может Сама по себе Адама ничего Сама по себе Адама ничего не значит Грязь Но из нее может вырасти все Но в ней есть потенциально Все, чтобы выросло все, что угодно Афилу, Адаме и Ла Илье Вплоть до того, чтобы быть похожим на Всевышнего То есть Адама Адам называется Адам Адама Адама это символ абсолютной потенции Абсолютного потенциала То, что у меня есть в голове Я могу выучить без рата Шем весь Коэллет То, что у меня есть в человеческих качествах Я без рата Шем могу проработать весь Мишлей Но кроме того, что я могу развить мозги И развить качества Из этого всего может вырасти что-то над Вплоть до Любви и абсолютной близости с Богом Здесь у меня, у человека С телом, с физическим миром С трудностями Через это Через это Окей Я без часов, сколько времени? Девять, дверь До скольких у нас? Напомните мне, пожалуйста До скольких у нас? А? До час Коменадем это 18-18-15 12-18-20 Да, так это До 9-20 Окей А? Шире Ширим, который написал Шлумо У Шлумо три имени Каким именем его назвали вначале? Едидья Первое имя Шлумо это Едидья Едидья И так его назвали от рождения? Это первый имя, Драш говорит о Шире Шморишам Первое имя Шлумо Едидья А в Сефер Малахим написано Шломо, но там есть намек на Едидия тоже. Но я не хочу сейчас в эту ходить, там прям каша. В итоге первое имя Шломо это Едидия, Едид Шелешем, да? А потом Коэлит, это имя Шломо. Почему его назвали Коэлит? Потому что он делал Коэлит. Он собирал весь народ в Суккот. И то, что рассказывает Медраж, что эти сборища в Суккот, когда Шломо выходил и говорил людям слова мудрости, туда собирались люди со всего мира. Это было что-то, что для людей была возможность послушать Шломо. Это было такое счастье раз в году, что там собиралось... Понятно, что все евреи, но люди собирались со всего мира. Это было что-то, что его... То есть в благодарность, что он делает это, его так называли Коэлит, тот, кто собирает. Это было единственное в мире, куда люди были готовы собираться все. Это была единственная причина, куда люди были готовы собраться. И он это делал в Суккот. Да, это одна из причин, почему Коэлит читают в Суккот. Есть мнение, и вот Коэлит, книга Коэлит – это сборник того, что он говорил людям, Бебегель, когда он их собирал. И Шломо. Шломо, что значит имя Шломо? Мелакша, Шалом, Шелом. Царь, которому принадлежит мир. Во-первых, действительно, он один из трех людей, который фактически правил миром. Было всего три таких в истории. Немроду было легче. Того мира населенного было совсем чуть-чуть. Но он правил... Шломо, это было... И то Немрод-то делал через войны, через хитрость, вы знаете, он там всякие очень жестокие вещи организовал, чтобы всех захватить, и через всю эту идею Суверенской башни и так далее. А Набухтанцер вообще это делал только через войну, и через переселение народов. Иначе все равно люди, оставаясь на своих местах, его не слушались и тут же уходили из рук. Поэтому он мешал, он воевал с ними, захватывал, убивал, менял людей местами, чтобы они были беспомощны и зависимы от него и так далее. Шломо, это фантастическая совершенно, конечно, история, когда человек захватил мир без войны, без капли крови, без капли жестокости, чисто экономически. Шломо, мир принадлежал ему чисто экономически. Он вел так дела со всеми странами, что они оказались все сначала с ним в отношениях сотрудников, потом в отношениях подчиненных. Он строил пирамиды экономические, и он это все делал вокруг строительства храма, и это все было очень... Вообще эти Медрашим про то, как Шломо подчинил себе весь мир, они очень красивые. Одна из... То, на чем у него это провалилось, вы знаете, это... Вся эта история с женами, да, он считал, что если он не сломается, то он может, а как Мелла Хамашиах, он считал, что это еще очень хорошая возможность бескровно. Мелла Хамашиах должен быть царем всего мира. Он был... Когда жил в Шломо, было тысяча народностей, народов. Не 70 больших, а тысячи всех мелких. И у него был расчет, что если он на каждой женится, с каждой будет ночь, от каждой родится ребенок, который его сын, то у него прям... У него целый расчет был, что он должен был закончить экспо. Ну, с расчетами всех дней, когда нельзя, 80, и все такое. У него был целый расчет, что с тысячей женщинами он должен за три года закончить, чтобы они... Включая, что последняя родит. Что за три года все тысячи должна была уже родить. Не, ну, он по одному дню и 9 месяцев, у него там такой расчет. Это поэтому потом три года он был выкинут из Иерусалима. За это эти три года, что он был... Ну, там Бат Паро ему... Фактически ему все запороло Бат Паро. Аж не просто, что она отказалась делать ги-юр, он не смог с ней жениться по-настоящему. Она обиделась, устроила там женский бунт. Беспощадный. Ну, там целая история была, да? Ой, так, слегка это меня занесло. Извините, пожалуйста. Возвращаемся. Шира, шири, машели, шломо. Шломо, то есть это влияние на весь мир. И шломо это тоже, да, что с точки зрения машали, что Мелакши, ашалом, шло, царь, которому принадлежит мир, это, конечно, да, это Всевышний. Есть... Окей, давайте уже сегодня, раз у нас мало времени, чтобы только закончить с предисловиями. Амара Аби Акива. Сказал Аби Акива, что весь мир стоило сотворить ради дня, когда в него спустился Шира Ширим. Тов, я не хочу в это залезать. Вы знаете, прошу про атоматы едаем, что нельзя трогать цифер. Ладно, не хочу в это долго. Раби Акива, ему было очень важно, чтобы каждый день... Есть митцва аваташем. Из Дарьяг митцвот, одна из митцвот есть любить Всевышнего. Ну, любить. Каждый день есть у нас митцва любить Всевышнего. И мы это читаем каждый день, когда мы говорим «Мишма аваташема лукеха бихоль левавхау, вольны вшехау, воль миодеха». Это мамаш митцва, и мы это себе повторяем два раза в день, хотя бы напоминаем. Кстати, как вы это делаете технически? Как вы любите Всевышнего каждый день? Ну, это как бы хорошо, если у этого есть какая-то зацепка. Ну, что некогда в сердце решить себе почувствовать. Это митцва. Есть митцва сказать «Беркат Амазон», есть митцва «Глетолья Даем», есть митцва воспитывать детей, есть митцва любить. В Эшире Ширим, и Раби Акива считала, что Шире Ширим миламедет аликешер бенкестер и кодушборогу. Потому что Шире Ширим – это то, что учат, как любить. И это одна из причин, по которой принято читать Шире Ширим каждую неделю. Да, вы знаете, что кроме того, что мы читаем Шире Ширим в... Кроме того, что мы читаем Шире Ширим в Пейсах, мы читаем Шире Ширим каждый рэв шаббат. Почему мы читаем Шире Ширим шаббат? Да, ну, во-первых, это просто обычаи в Израиле. Обычаи в Израиле – это святое. На самом деле, это до такой степени обычаи, что Шире Ширим, Митфас, печатался уже Басифрей Тикунэ и Шаббат. Ябец печатал. То есть это все первые самые Тикунэ и Шаббат, когда печатали, там... Потому что это время любви с Всевышним. Ябец говорит, да, что каждый, кто читает Шире Ширим в эре в шаббат с Каваной спасается от Гейнома. Есть, кто говорят, что вообще всегда, когда читают Шире Ширим с Каваной, то это спасает от Гейнома. Есть... Мы знаем, что есть сгула 40 дней, кто читает Шире Ширим, то... Если человек застрял на шедухах, то есть сгула 40 дней читает Шире Ширим. Что Шире Ширим открывает дороги любви, не только... Все, что касается любви, все, что касается близости. Другой смысл, почему читают Шире Ширим в шаббат. Шиват... Что это в память о рабе Лезере, который умер в эре в шаббат, и он всю жизнь очень... Икпидлильмуд считал очень важной вещью каждый день учить Шире Ширим. Еще один смысл, почему читают Шире Ширим в эре в шаббат, что шаббат Кала, что шаббат она невеста. И Шире Ширим говорит о нас, как о невесте. Это подходит. Еще один там, почему читают Шире Ширим... Ну, это, может, сказали... Почему Шире Ширим спасает тот Динаш и Гейном? Потому что... Я могу прочитать, я это вообще не понимаю. что есть 117 часов в неделю, когда людей строго судят. А Шире Ширим по гематрии 117. В общем, это, знаете, четвертый час временной, четвертый утренний, четвертый вечерний час. Ну, там... Это вот гомора про то, когда петух кричит, когда у петуха бледнеет, карбулит. Ну, неважно. В общем, есть такие часы, которые очень опасны для людей, что Всевышний сидит на троне суда. И по гематрии Шире Ширим он соответствует всем этим часам, что тот, кто каждый, кто читает Шире Ширим, он отменяет для себя эти часы. И четвертый смысл, что Шире Ширим включает в себе все лучшие качества, которые должны быть у человека, включает в себе все, что есть в Торе, включает в себя творение мира, включает в себя храм, включает в себя галут. А? Ну, мы только что начали немножко, даже картинку дорисовали. Даже так. Включает в себя то, что будет после того, что придет в Машех. Поэтому, когда мы это учим, то мы берем шаббат, который седьмой день недели, и читаем в него Шире Ширим, который объединяет в себя все, что есть в мире. Ну, и последнее, последний смысл, почему мы читаем Шире Ширим Шаббат, Шире Ширим, Кодыш Кодашим, так же, как главное, что произошло в нашем мире, это что Всевышний дал нам здесь, Шире Ширим. И главный день в неделю – это шаббат. И Шире Ширим показывает, что такое настоящая святость, и что такое настоящая близость. И человек берет и снимает с себя будни, и с телом входит в святость, и с телом входит в свет, что же лучше для него прочитать, чем Шире Ширим. Окей, без рата Шем, следующего раза начнем идти по псуке. Спасибо.